Привет всем вышедшим! И да, как видишь, мы будем сегодня играть в Некромонду. Некромонда, если кто не знает, это такой мир улей, где жизнь куда хуже, чем в любом мегаполисе. Хотя, кто знает, может быть рано или поздно человечество дойдет до того, что будет жить в похожих условиях. Что ж, у нас тут есть небольшой эффект размытия, и если честно, я не знаю как его убрать. Я уже игрался с настройками и менял их, но в общем ничего не помогает. А если вы знаете как это убрать, то обязательно пишите в комментариях. Что ж, давай посмотрим, какие тут есть фракции, банды и что нам предлагают в плане кастомизации. Кстати, должен отметить, что загрузки тут очень даже быстрые, учитывая, что я записываю видео, все происходит довольно быстро. Дом Эшер, Дом Голиаф и Дом Орлок. Дом Эшер это, можно сказать, такие фемки будущего. Дом Голиаф это, в общем, какие-то качки. И, причем, все они с пирсингом. Ну и Дом Орлок это что-то вроде металистов. Тут и ровных металистов. В общем, в этом, по сути, все их отличия. Ну, тут, конечно, у нас есть разные бонусы, но кто на них смотрит? Давай лучше посмотрим, как мы сможем кастомизировать свой отряд. И что тут вообще есть в плане оружия, брони, и вообще, можно ли менять прически, бородки и все в этом духе. Управление командой, операции, схватка, магазин, дурная слава и параметры банды. В общем, да, мы можем завербовать себе каких-нибудь бойцов. У нас тут есть женщина, мужчина и больше полов тут нету. К счастью или к сожалению. В общем, да, форма лица отвечает также за цвет кожи, что весьма, весьма странно. Ну да ладно. В общем, давай посмотрим. Это у нас задира. У него бонус в виде брони. И еще у него есть бдительный. Засады расходуют на 5 единиц очков действия меньше. Есть снайпер. Также у них у каждого есть разные бонусные параметры. Бдительность, меткость, сноровка стрелка. Например, ум у нас делает пробивание. И также прибавляет нам общее количество опыта, который мы получаем после миссий. Бдительность, инициатива и сопротивление попаданию. Сила воли, сопротивление стрессу и сопротивление оглушению. Телосожение, получение лечения и сопротивление к критическому попаданию. В общем, да, это все довольно интересно. Также у каждого класса есть свое оружие. Что, в принципе, тоже весьма приятно. Лаймеханик. Это что-то вроде инженера. У него бонус к уму, усилия и мастерство воителя. Боже, что бы это только ни значило. Давай попробуем как-то их изменить. Так, оборудку-то тебе поменять можно? Скажи, пожалуйста. Нет, нет, нет. Детали лица отвечают за лицо. Но никак не за татуировку, которая у него нанесена. И, в общем-то, его бородку. Так что, да, это, конечно, весьма и весьма странно. Также мы можем выбрать ему характер. Ну или, как тут написано, черта. Любопытный, здоровый, разносторонний. Каждый имеет свои плюсы и, видимо, минусы. Например, разносторонний прибавляет ко всему. Расчетливый. Плюс три меткости и максимальной меткости. Что ж. Давай попробуем нанять и посмотрим, кто у нас будет в следующий раз. Ух ты. Ты посмотри, что у него тут. На руке-то. Так, а у этой у нас клепательная пушка. Соответственно, от твоей черты как-то влезает оружие. А, нет, нет. Что ж. Ну, вполне себе. Кстати, она наносит 33 урона. Когда как. Давай посмотрим, сколько наносит задира своим. Увесистой дубиной. 70. Так. И есть также у нас диверсант. Саботаж. Ух ты. Ты посмотри на этот. Что это? Ручной огнемет. Вау. Просто вау. И, конечно же, снайпер. У которого есть крюк-кошка. Что позволяет ему взбираться на верхние этажи карты. Вполне себе, я бы сказал. Так, а это у тебя что? Лазган? Хм. Ну, конечно, жалко, что мы не можем изменить им бородку или прическу. Поменять одежду. Или что-то в этом духе. Хотя, может быть. Смотри, внешний вид. Погоди-ка. Обзор бойца. Внешний вид! Да, тут можно все-таки менять. Смотри на это. Так. То есть мы можем поменять ему цвет кожи. Можем поменять ему татуировку. И, конечно, какой-то такой небольшой декор. Слушай, вполне себе круто, я бы сказал. То есть мы можем его все-таки как-то раскрасить. Даже можем раскрасить ему оружие. Элементы. Так. А, в принципе, это вроде бы как и все. Слушай, но прическу я так и не увидел, где можно изменить. Давай-ка посмотрим. Так. Вернуть и продолжить. Обзор бойца. Параметры. То есть тут мы его прокачиваем, судя по всему. Что у нас тут есть? Навыки. Но навыки, к сожалению, у нас пока что закрыты. Мы его только получили ведь. Поэтому, да. Собственный навык. Подъем. Способность снайпер. Крюкошка и защита от следующих видов урона. Все эти по урона. Неплохо. В общем, да. Вполне себе, я бы сказал. Ячейки снаряжения. В общем, мы можем ему что-то купить. Типа гранаты, маленькой аптечки или бинтов. Вот у нас, собственно говоря, автопистолет. Спад. Джекер. И грубый тесак. Что бы это ни значило. Так, травм пока у него нету. И можно изменить его внешний вид. Можно даже изменить прически. Да, их все-таки можно менять. Отлично. Ты посмотри на это. В общем-то, вполне себе. Можно собрать своего бойца. Так, вот мы ему сделали пирсинг. Мы сделали ему шрамы. Что-то еще можно изменить. Бородку. Ух ты, прям Мэд Макс какой-то. Так, ну, конечно, вариантов у нас не так много. Противогаз. Пройдите сюжетный режим, чтобы противогаз стал доступен для персонализации. Что ж. У-у-у, ты посмотри, у него еще есть что-то вроде шарфика. Ух ты. Слушай, а мне нравится. Так, что мы можем еще ему изменить? Погоди. Так, назад. Нижняя часть тела. Мы можем также ему поменять сапоги. Так, правая нога. Тут всякие кортики у него висят. Ну, слушай, это уже неплохо, я бы сказал. Вот, у него тут какие-то мешочки. Конечно, вряд ли он с ними будет взаимодействовать. Но все равно. Такой элемент кастомизации очень даже ничего, как по мне. Так, прически. Это мы все видели. Погоди-ка, давай назад. А, так, кожа, татуировки, ремешки. Это мы тоже видели. Рубашка, перчатки. Перчаточки. Так, рубашку мы тоже ему можем поменять. Правое плечо. Да, мы можем поставить ему на плечики. Хотя у него, возможно, даже и нету наплечников. Так, и, соответственно, его рука. Левая плечевая часть руки. Так, не персонализируется. Хм, ну ладно. Что ж. Давай попробуем вернуться тогда назад. Вот, у нас еще есть такой боец. Но у него, получается, вместо левой руки... Ммм... Этот... Как же он называется-то? Имплант или что у тебя там? Так, сейчас, погоди. Верхняя часть тела. Да, вот. Нет, мы не можем настроить. К сожалению. Хм, жалко. Что ж. Ну, может быть, в дальнейшем у нас будет возможность. Либо тут уже зависит то, какую ты броню ему поставишь на левую руку. Или оружие. Что ж. В принципе, мне понравилось. Давай попробуем перейти тогда в компанию и посмотреть, что у нас будет там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, к сожалению, это будущее, в которое очень легко поверить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глава 1. Ульта-трясения. Блуждая вдали от родных мест, бандитки клана Эшер идут по коварной и неведомой им земле. Векс и юная Кира спешат к месту тайного сбора по приказу главаря банды. Да, и, как ты видишь, банду мы тут тоже вначале не можем выбрать. Что ж. И да, давай посмотрим, что же у нас будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вахит! Вахит! Давай, Кира. Поехали! Вахит! Вахит! Ха, Кира... Векс? Векс? Вет! Веча! Векс! Что ж, приятно, что тут, конечно, довольно много роликов. И да, управление персонажем очень даже комфортно, я бы сказал. Сам персонаж передвигается довольно плавно, и видно, что они поработали над анимацией. Ну и в плане элементов брони, рюкзак и его оружия, ну, довольно много деталей. Не скажешь, что его переодели в какой-то халат и просто раскрасили в разные цвета. То есть тут довольно много элементов, что, конечно же, похвально. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас тут будет. Перепрыгнуть. Отлично. Учитывая, что это пошаговая игра, такое управление очень даже интересно. И, конечно же, конечно же, не могу отметить, что мы не играем тут за каких-то космодесантников. Черт подери, вселенная Вархаммера 40 тысяч, она огромная. И очень классно, что нам ее показывают именно со стороны вот таких вот банд. Это по-своему, можно сказать, другой взгляд на вселенную. Так. Прыжок. Отлично. Пойдем. Я спускаюсь. Как думаешь, почему-то Сера назначила встречу здесь, а не на территории клана? Она вожак банды, ей решать. Это не нашего ума дело. Что ж. Отлично. Так, это мы, получается, с ней встретились. Давай завершим ход. Так. Отлично. Теперь мы можем выбрать себе бойца. Ну, давай, наверное, выберем ее. Ваш ход. Смотри, мы можем себе поставить оружие. Ну-ка. Заблокировано ослаблением. Серьезно, у нее ослабление? Хм. Интересно. Ну, в любом случае, будем знать, что у нас в рюкзаке есть вот такая вот симпатичная дубинка. Которую, к сожалению, сейчас мы не можем использовать. Так, давай-ка я использую аптечку. Хм. Так, использован автомат. Так, а сейчас я, получается, смогу использовать дубиночку? Скажи, что смогу. Нет, нет. Похоже, нет. Еще нельзя. Так, давай-ка выстрелим. Так. У-у-у. 565 урона. Конечно, это было укрытие, но все же. Завершаем ход и переходим к векс. ты же у нас векс по идее да это у нас векс кстати тоже вполне себе очень даже симпатично ее сделали два таких лаз пистолета так грубый тесак ухты блин я бы их использовал отлично использовать торс трос извиняюсь так и мы спустились и тут у нас появляются новые враги будет наша первая битва так и на нас судя по всему напали напала наша же банда какого черта так нам восстановили очки действия и похоже все остальное тоже победите трикси победите морен или морен так ну давай тебя поставим 1 плане хода еще две идиотки это куда куда вы собрались сара спятила разрешила увезти в нас с родной земли отвали морен второй раз повторять не буду дура идем обратно тесера не получила разрешение у матриархов если мы не вернемся клан отправит на ссылку так и вот вот наша векс да пошло все так и вот у нас есть и саки давай-ка переключимся на них и посмотрим что они умеют хотя суши и уже их же целых два то есть я потрачу 10 очков действия только на использование этого оружия ай хотя хреново давай возьмем взять в левую нет 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 тебя возьмем взять в левую руку да отлично так ты посмотри на эти топорики шикарно так ну что ж понеслась да у нас только одна атака или как свиньи о навыке наступательные ближнего боя ладно хрен с ним давай атакуем атак тебе 32 и 32 ну специалист по токсинам давай еще раз вдарим по ней ох ты как она вдарила кстати довольно похвально что тут разная анимация ближнего боя может быть даже есть какие-то добивания кто знает так и вот наш тяжелый штурмовик наш опустошитель сейчас выйдет на поле боя и попытается разнести вот эту вот дамочку выход из боя а зачем она выходит оу смотри она пытается сбежать но у тебя не выйдет причем она села в самом видном месте так ну что ж давай попробуем так а куда ты там села ах вот ты где чертовка так а что у нас есть выстрел что у нас больше ничего нету тактические на коленях полевой ремонт снаряжение нет 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 ничего не надо давай попробуем просто по ней выстрелить так и выбрать место мы сейчас тоже не можем если бы у нас был точный выстрел то тогда бы мы выбрали непосредственно часть тела куда хотим выстрелить так пятьдесят три она почти почти упала так снаряжение погоди-ка давай попробуем взять тогда вот эту дубиночку взять правую руку отлично так ну мы еще можем ходить давай ну ка шикарно и судя по всему здесь есть небольшой рак дол то есть как видишь они падают и начинают безумно трястись каких-то конвульсиях ну ладно это даже круто так что ж пошли тогда попробуем огреть дубинкой и вот эту вот дамочку так тактически ах я не смогу уже присесть на колени ладно ладно вот тогда вот сюда встанем отлично завершить ход так выбрать бойца давай ее выберем на этот раз пускай она у нас ходит но она по идее не видит нашего бойца что же она сейчас будет делать станет на колени и что все да искусственный интеллект конечно тут очень и очень странно я бы сказал я думала она попытается обойти но нет она просто решила посидеть ну что ж да давай наверное просто ее ударим так как ей прилетело то суши ну ближний бой здесь конечно очень эффективен удар переключение рук что ж ну меня вполне себе устраивает давай ее добьем так а почему ты не ударил то страна на такое ощущение что не била своей дубинкой ну ладно давай сейчас попробуем а нет ничего не будем пробовать наверно останемся тут потому что у нас как видишь тут лаз пушка убранная и в принципе преимущество на нашей стороне так и вот наша дамочка корнит с двумя топорами жаждет крови давай сейчас ее выведем поближе хотя мне так ощущение что она не сможет добежать те кто знает может быть и добежит сейчас пока что она бежит 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 так мне кажется на удар ей не хватит у ты посмотри то есть у каждого бойца вот такой вот круг и чтобы его обойти ну в общем да возможно нам не хватит места сейчас да не хватает места эх ты то есть мне придется встать с другой стороны ладно на этот раз мы можем ее атаковать это конечно минус то есть возможно мы даже не смогли бы ее обойти вот с этой стороны эх ладно а я уж думал собрать весь отряд ближнем боя так они будут друг другу мешаться скорее всего ну что ж погнали уху хуху хуху как ей прилетело обыщи ее морен без карты никто не ходит так подожди подожди где у тебя может быть взаимодействия обыскать так ладно давай ее обыщем лазган меч карта подулья положить в рюкзак так еще у нее лазган есть же я бы положил себе еще у нее меч есть а я могу его давай возьмем вдруг пригодится так сбегите через точку эвакуации она кстати довольно рядом так выбрать бойца давай давай я хочу тобой ходить сейчас ваш ход да немножко непривычно что нужно подтверждать пробелом но к этому можно конечно же привыкнуть так извлечение 10 очков действия конец хода это у нас сбежала слушай ну вот переход от такого вот геймплея от третьего лица к пошаговому режиму это вполне себе довольно интересный ход со стороны разработчиков мне кажется вот именно классические пошаговые игры они нынешнему потребителю мало интересно хотя кто знает шейн never liked her anyway wow wow we with you no hard feeling hell no if the rain wanted to lead she had to be strong enough she was weak so we'll follow you sister so what's this all about why are we meeting on the way out here it's got to be big it's got to be big why risk it otherwise big enough that test is more worried about those matriarchs hearing about it big enough to risk getting into a fight with the slab punchers ну что ж как по мне разработчикам действительно удалось сделать интересный сюжет при этом не прибегая к космодесанту что ж глава 2 секрет в глубине нейтральной территории вдали от пытливых глаз векс и кира наконец-то отыскали других роковых кошек они жаждут услышать объявление своего главаря тессеры и узнать зачем она вывела остальных из обжитых кланом мест что ж давай посмотрим что же нас будет дальше то что что дело тесс ну а мужики ну а у нас у нас тарий 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 трейлер стр хорошо часть в И вот здесь, что-то огромное было сделано. Это не просто светло, не только светло, но и что-то, что-то делает свою силу. И это означает только одну вещь. Аркётех. Никто не знает о том, что это еще, и мы здесь, чтобы держаться таким образом. Мы будем создавать для жизни! Как мы идем туда? Я знаю, что кто-то украл. Они могут... Осторожно! Я знаю, что мы сегодня become leaders. Нормально, мог видны мне. Наталяя что ж довольно бодрое начало давай посмотрим это получается сама тессера ну давай тогда начнем из-за нее так и она ходит 1 так как у нее самая большая видимо инициатива засада эти вонючие орлоки следили за нами они прикрыли все выходы так а мы можем забраться наверх выберите точку да мы можем забраться наверх отлично давай тогда попробуем сюда забраться заодно посмотрим как это все работает интересно то есть мы заняли самую высокую позицию судя по всему хотя можно было бы еще и выше забраться ну ладно так давай попробуем сделать а нет не достает и цель в недосягаемости эх ты так да мы конечно могли бы спрыгнуть но давай попробуем подняться еще выше да мы можем действительно это сделать причем там я противников пока что не вижу что ж взамен наверное еще более высокую позицию возможно обзор оттуда будет куда лучше так смотри-ка а это противник это вроде как наш союзник хотя и не скажешь нет судя по всему это все-таки противник так ладно ну давай тогда попробуем сделать прицельный выстрел так наблюдение почему-то я тут не вижу прицельный выстрел у нее ладно давай попробуем 52 урона ну неплохое начало сразу статус прижат но к сожалению на второй выстрел ее не хватит так что да давай попробуем завершить ход конечно можно было бы присесть но уже поздно так они начинают двигаться господи боже мой оказывается они были за мной я даже не заметил приказ атака надо посмотреть если у нашей тессеры такие же такие же бонусы для своей команды то есть можем ли мы как-то ее подбадривать так то уж давай попробуем тебя куда-нибудь выставить ну ты посмотри на это хотя вроде бы у нее и так хорошая позиция такой огнемет у этой судя по всему тоже а у этой клепательная пушка тессеры у нас уже ходила ну давай наверное у нас будет ходить вот эта вот дамочка так что же раунд начался она вешает на себя защиту и пытается отойти что ж по тессере даже не пытается стрелять что на самом деле странно ведь она находится на довольно видном месте так ну что же ты будешь делать смотри-ка прицельный выстрел и да мы достаем до него так можем конечно сделать наблюдение но нет давай попробуем сделать все таки прицельный выстрел в голову ах ты ж 75 процентов я промахнулся ну как так можно было их ты закрепление полевой ремонт да к сожалению все что мы можем сейчас сделать так переключить оружие также конечно можно было бы но нет давай попробуем сесть на колени и завершить уже ход что у нас тут есть еще закрепление я не понимаю что это такое но наверное это круто давай попробуем сделать так завершить ход а у этой у нас огнемет да так у этой тоже давай попробуем сделать клепательную пушку сделать ход за дамочку с клепательной пушкой так что ты будешь делать полевое сканирование скорее всего начнет стрельбу потому что у него позиция очень даже очень даже хорошая закрепление неужели пропустит ход наблюдение то есть если мы зайдем его радиус то он начнет стрелять что же ладно так а это еще что лудильщик 10 очков действия я правда не знаю что она предпримет но давай попробуем неужели пустит газ нет вроде бы ничего тактические полевой ремонт закрепление на коленях также у нее есть лаз пистолет что в принципе тоже вполне себе неплохо ну и мы можем сделать засаду но радиус атаки у нее совсем низкий так что это особо не вариант так ну давай наверное сюда куда-нибудь станем в принципе территория неплохая я думаю через нее кто-то будет ходить так что давай ее поставить здесь будет стоять засаде у нас на отлично так и вот наша дамочка с огнеметом так почему они оба обе с огнеметом но давай наверно пойдем за это ее не так видно так а у этой что комби болтер или что это такое или это обычный болтер без понятия похоже что это обычный болтер с увеличенным магазином хрен его знает так конец хода отлично давай попробуем обойти его если конечно тут такое возможно а нет нет на это к сожалению взбираться нельзя так на колени закрепление также у нее есть дубинка ну и в общем-то самодельная граната погоди-ка и мы даже в теории могли бы ее попробовать кинуть погоди выстрел с разбросом но вряд ли она конечно попадет в него так ну давай тогда кинем гранату я не совсем конечно уверен что она попадет но чё ж может быть даже и получится нет цели в зоне действия а значит она не дотягивает так а вот если мы вот так попробуем нет тоже не попадает эх ты ж блин так ну ладно конечно очень огорчает что у нас нет возможности кинуть гранату противника так аккуратно эх ты ж блин все таки попал но урон на самом деле минимальный так что не страшно так и вот наша граната нет он она не попадает к сожалению он эх за радиусом находится ну ладно мы подойдем тогда поближе и уже отсюда будем присматриваться да вот здесь она должна попасть 29 урона ну неплохое начало так атаковать мы тоже можем ну в теории да конечно но смысл ах ты ж мать твою еще один в засаде сидел так ладно правда я не понимаю как он меня увидел отсюда ну в теории по ногам конечно он мог ладно давай тогда здесь сядем наверное ну у нас кажется голова немножко выходит из под вот этого укрытия но ладно давай завершим ход так еще одна дамочка пускай она тоже тогда бежит на этого мужика и попробуем его уже поджарить так что же он будет делать у него тоже огнемет а судя по всему у него тоже огнемет зачинщик на коленях то есть он тоже пытается сидеть в засаде так давай-ка посмотрим будет ли он стрелять по нам так ну вроде бы они все уже отстрелялись так попадание семь процентов двадцать четыре так поближе 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 восемьдесят процентов ну давай попробуем в него впасть восемьдесят пять урона вау это даже больше чем если бы мы били в рукопашку хотя ну так ладно давай его поджарим уже до конца восемь единиц урона устоял что какого черта так ладно давай тогда сюда встанем и да конечно нас тут немного видно но я надеюсь по нам никто не будет стрелять учитывая как вообще тут работает искусственный интеллект я не удивлюсь если меня просто проигнорируют ну хрен их знает так да конечно место выбрали мы не самое приятное так ну давай тогда ходить 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 мы будем за тебя у нее самая большая инициатива поэтому что ж давай посмотрим что она может у нас делать так а вот вот там сидит какой-то мужичок 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 давай я попробую в тебя как-то выстрелить семьдесят девять процентов в голову давай пятьдесят два эх ты ну не скажет что урона много но все же давай тогда немножко спустимся и так сделаем наверное закрепление или на колени давай на колени и уже закрепление правда надо посмотреть вообще что это закрепление делает так полевой ремонт перезарядить оружие ну давай перезарядим его действительно в чем бы и нет так ну и все я думаю пока что нам этого вполне себе хватит так а снаряжение у нас есть два меча и лаз пистолет в принципе неплохая комбинация но давай наверное пока что оставим ее дальним боем так и что он будет делать полевое сканирование слушай мне кажется он продолжит стоять а нет пытается уйти но мы же там где-то стоим еще в засаде помнишь хотя хрен пойми что он делает а он вызывает лифт хрен на себе то есть он примерно там где моя тессера что ж ладно это было вполне себе необычно я даже не знаю как его теперь догнать у нас тут лифтов кажется нету поэтому ладно давай тогда попробуем как до него добраться то давай наверное ей попробуем добежать так наш ход отлично так прыжок пять очков действия ладно давай сюда я надеюсь лифт там сразу а нет 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 надо его вызвать вызвать подъемник так давай его уже тогда добьем поехать на этаж давай поедем даже пятый седьмой ну наверное он поехал на седьмой этаж хоть хрен его знает это самый самый верхний да он на этом этаже так а у нас на атаку хватит да вот он ах ты ж мать твою эх ты впритык почти ты посмотри что за скотина так ладно 95 процентов попадания давай попробуем его подпалить как следует 33 урона отлично берите трофеи и узнайте из какой они банды нам нужно знать с кем мы деремся так знак черного пепла интересно так таких мы еще не видели положить в рюкзак блин я бы автомат взял это черный пепел только этого не хватало так чтобы это не было ну давай наверное тут останемся в принципе кажется у нас перевес так пропустим ход точнее его закончим конечно было бы неплохо ускорить ход противника пять шесть пять шесть десять хрена себе так ну благо то сэра у нас имеет довольно много жизни поэтому закрепление использовал а вот скотина наблюдение то есть если мы будем двигаться она по нам выстрелит ах ты ж нехороший такой ладно так выбрать бойца что ж нам нужно как-то подниматься вверх если честно я даже не представляю как это делать остальными ну давай попробуем так наш ход к нам вроде бы никто не спрыгивает поэтому что ж давай попробуем к ним подойти так а это еще что подъемник хм да это подъемник давай тогда используем его посмотрим куда мы доберемся привет режь кабель кира режь нужно глянуть на терминалы и найти выход слушай я не хочу резать мы все равно будем забираться всем отрядом сюда так что да не вариант так давай тогда кинем гранату что ближе подойти скорее всего мы не сможем видишь она не достает к сожалению так что да давай кинем гранату 44 урона блин ну осталось не столько столько жизни на один выстрел пять десять шесть 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 так ладно но мы хотя бы подошли эх не хватает очков действия на выстрел ладно давай тогда сядем на колени надеюсь что нас тут остальные не увидят так ну и по сути да давай завершаем завершать ход флинт что-то предпримешь который по идее снизу там сел так он вызывает лифт понятно только нафига он ему но да он поднимается они все поднимаются ну хотя бы мы будем знать что он рядом с лифтом что остальные могут прийти на помощь кири так ну что ж давай тогда попробуем нашим инженерам подойти мне очень интересно как она будет действовать и как вообще действует у нее орудия так а это дамочка судя по всему я даже не представляю где она где она находится так а тут карта есть ага да то есть видишь тут как то можно еще понять где они находятся правда я ни хрена не понимаю что там что там и где так ну ладно вот у нас есть подъемник рядом либо вызывать лифт ну там надо его вызвать потом уже подняться это не так удобно давай просто поднимемся уже здесь и добьем добьем эту дамочку так наступательные шанс попадания 96% прицельный выстрел он стоит довольно много все ладно ну и засада конечно же так ладно давай добьем ее отлично добили так ну теперь мы можем подойти к нашей дамочке на помощь там же кира у нас находится судя по всему так ну на еще один выстрел я даже не знаю ее хватит или не хватит наблюдение наблюдение нет придется спускаться так ну смотри шанс попадания 79% можно конечно сделать и прицельный выстрел давай сделаем наверное прицельный выстрел торс попробуем выстрелить ему в руку может быть это его как-то обезвредит хотя хрен его знает так 23 статус прижат отлично слушай а мы можем еще выстрелить один раз или даже сделать ему засаду но да засада она имеет очень маленький радиус так что делать наблюдение я не думаю что он будет как-то идти в сторону давай тогда еще раз по нему просто выстрелим охренеть статус прижат так ну ладно мы сделали все что могли можно было бы конечно взять лаз пистолет или приблизиться к нему но я думаю этого вполне хватит что мы сейчас сделали так и да у нас остался один боец который внизу и у нее кажется лаз пушка или что это так а ты вообще где находишься рядом с лифтом правда я не понимаю каким именно лифтом но может быть это лифт на пятом этаже так и куда ты идешь судя по всему он внизу конечно это странно ведь контейнеры у нас только снизу были да сверху я их не вижу хотя хрен его знает так что ж давай тогда тебя попробуем куда-нибудь вывести так а где у нас ближайший трос ммм что это такое что это такое что это такое кажется это не рабочий трос или что это ну починить мы его к сожалению не можем поэтому нам придется двигаться дальше так ладно использовать трос давай весь отряд уже здесь так и что мы можем делать вступательное выстрел слушай да мы вполне себе по нему можем попасть правда шанс попадания 38 процентов что конечно весьма и весьма плохо так либо мы можем выстрелить ему по ногам тут уже шанс попадания сто процентов так ладно давай тогда попробуем выстрелить ему байники байники ели вареники в левую ногу 53 урона тяжелое ранение статус прижат так ну да это было очень даже неплохо давай тогда сядем на колени и завершим ход так и вот у наша тсера наша тсера наша тсера ну да мы можем в принципе подняться и выстрелить вот по тому гаду так нет видимо он слишком далеко находится ну смотри прицельный выстрел я думаю получится сделать ему в голову 86 процентов хм ну давай тогда попробуем добьем нет не добили смертельное ранение статус прижат так ну было бы неплохо если бы он ход пропустил но я не думаю что он пропустит так и на остальное уже я думаю вряд ли хватит хотя мы могли бы использовать крюк кошку но я уже не представляю куда тут можно прыгать так что давай наверное сядем просто на колени и завершим наш ход так наблюдение за флинтом и он умер от кровотечения это было внезапно я скажу что ж так давай тогда выберем инженера и просто попробуем к нему подойти и посмотреть что у него есть у него кажется был какой-то болтер и что-то еще может быть есть какой-то меч или что-то в этом духе а потом мы сможем его продать за какую-то неплохую сумму кто знает так истощение на коленях что он вообще там делает я не понимаю но судя по всему нам надо еще будет его найти так привет что у тебя там есть давайте давай показывай автомат цепной меч это как бензопила получается положить в рюкзак так еще один цепной меч и автомат отлично так неплохо слушай ну я думаю вполне себе нам этого хватит так мы можем спрыгнуть но что нам там вообще делать а ну вроде бы мы всех противников на этом этаже убили поэтому давай попробуем спрыгнуть так привет кто тут есть кто не спрятался я не виноват слушай я никого не вижу но пока что если честно мне игра очень даже нравится в ней есть какой-то свой шарм и учитывая что это пошаговая игра она отнюдь не скучная я не говорю что все пошаговые игры они скучные нет нет но в ней определенно что то есть что ж и на этом пожалуй я думаю нам стоит заканчивать ставьте лайки подписывайтесь и обязательно пишите в комментариях понравилось ли вам это видео что ж а на этом пожалуй все берегите себя и своих близких